Здарова, ребята, с вами Кэпкастер и это новая рубрика на канале Вин Кондишн, мифический мета-обзор. Здесь мы на основе данных будем пытаться понять, что же происходит с метой нашей любимой МТГ-арены и как выжить в ней, если ты не моно-вайт и не моногрин. Погнали! Сегодня у нас пилотный выпуск, поэтому мы берем самый частоиграемый, самый казуальный, самый обычный формат, стандартный Best of 1. Здесь мы рассмотрим отдельно каждый ранговый промежуток, посмотрим какие колоды популярны, какие тенденции и что с этим совсем делать. Первый промежуток это от бронзы до золота. Низший промежуток и здесь, как всегда, мета наиболее разнообразная, здесь люди очень много пробуют, экспериментируют, но мы все так же видим большое количество моно-вайта и моногрина, хотя, оговорюсь сразу, это наименьшее количество моно-вайта и моногрина, которое мы увидим сегодня среди всех рангов. Но здесь также все еще живые Z-драконы, моноблэк и появляется Azorius Control, который на самом деле состоит из двух колод, но об этом попозже. Давайте смотреть сразу на тренды. Тренд на падение моно-вайта закончился и он снова начинает расти, поэтому к концу сезона нам здесь предстоит много встречать эту агрессивную колоду и как ответ на это падает популярность моно-грина, потому что с моно-вайтом играть ему действительно тяжело. Z-драконы, которые стали популярны после чемпионата, вывалились очень быстро, все попробовали, все поняли, что колода непростая, на ней нельзя просто выигрывать и у нее есть сложные матчапы в мете и ее популярность падает вниз, а вот моно-блэк наоборот растет, как ответ на растущий моно-вайт, потому что эта колода против моно-вайта действительно очень хороша. Ну и также мы видим Azorius Control, который находится сейчас на стабильных позициях внизу, немножечко волков, которые падают в своей популярности опять же из-за роста моно-вайта, ну и некоторые другие колоды. Давайте разберемся, что со всем этим делать. Итак, рекомендуемая дека. Сразу оговорюсь, я никогда не рекомендую тир-1 деки, то есть если вы видите, что весь ладер занят моно-вайтом и моно-греном, вы можете смело на него садиться, но какой в этом интерес? Мы будем пытаться придумать что-то, что в этой мете может выжить и хорошо себя показывать против того поля, которое мы имеем. Для отрезка с бронзы по золотам мы подобрали одну Azorius колоду, но здесь есть хитрость. Помните, я говорил, что Azorius колоды на самом деле в статистике выдаются две разные. Так вот, есть Control Azorius, это вот старые версии Azorius, новые со Strix Heaven стадионом, а есть в этом же архетипе, почему-то до сих пор не выделено в отдельный, Azorius Tempo. Совершенно другая колода, которую на чемпионате мира показывал на Рьюки Мори, единственной копии. А вот именно эту колоду я на самом деле и рекомендую для того, чтобы попытаться поиграть на низких рангах. Дело здесь даже не в том, что вы отлично играете с моно-греном и нормально с моно-вайтом, и еще имеете хорошие шансы против контроль колод при помощи вот этой карты, отбивая любые зачистки. Здесь дело в том, что если вы до сих пор находитесь на отрезке от бронзы до золота, скорее всего у вас не очень-то много карт, скорее всего вы не очень-то много играете в магию. И, соответственно, колода, на которой вы будете играть, должна содержать сами по себе хорошие карты, которые вам точно пригодятся. Так вот, если вы скрафтите эту колоду и в этот же день решите, что вы никогда больше на ней не будете играть, эти карты вам все равно пригодятся. Что здесь есть? Элицепл Байндер играет во всех белых колодах. Ридейн играет везде. Брутал Катар играет везде. Лик Джон Энджел в Моновайте играет. Опять же, играет в Моновайте, играет в синем. Редкая карта, мастхев карта, мастхев карта, нормальная мастхев. То есть практически все, что здесь играет. Ну и Эпифани, понятное дело, это вообще одна из главных карт формата. Соответственно, чтобы отсюда вы не скрафтили, все это так или иначе пригодится вам позже, если вы играете на этих цветах. Поэтому можно смело брать эту колоду и, ну повторюсь, мы не очень сможем сейчас понять адекватные винрейты по этой колоде, потому что, во-первых, в выборке от бронзы до золота она в принципе не фигурирует. А во-вторых, потому что здесь смешивается статистика Азориус Контроль и Азориус Темпа. Они играют совсем по-разному. То есть, например, если у Азориус Контроль отвратительный матчап против Моногрина, то у Азориус Темпа это матчап замечательный, и вы играете очень хорошо, и у вас есть все шансы побеждать. Поэтому рекомендую попробовать вот эту колоду и дальше уже переходить к чему-то более нишевому, к чему-то, что потребует от вас особенных карт, которые не используются повсеместно. Едем дальше и переходим к отрезку от Платины до Даймонда. Здесь мет немножко меняется. Мы видим, что Монавайта и Моногрина стало больше, соответственно, разнообразие меты уменьшилось. Здесь также сильны Азориус Контроли, и здесь вам будут уже попадаться не просто старые версии, а новые версии с Трикс Хевен Стадионом. Там появляется Моноблэк, а вот и Зет Драконы, и Зет Хады падают, хотя вместе занимают, опять же, 9% меты, что не так уж и мало. Если посмотреть на тенденции, снова рост Монавайта к концу сезона. Зеленый держится очень ровно. Также есть падение по Драконам и рост Азориуса, который я, на самом деле, прогнозирую еще повыше, опять же, из-за новой версии с Трикс Хевен Стадионом. Это уже более сложная мета, потому что, ну, вот эти две колоды занимают значительную долю винрейта, и хотя Монавайт идет наверх, здесь я порекомендую одно довольно рисковое решение, которое при этом может окупиться против всех остальных колод. Помните, я говорил вам о нестандартных колодах для крафта? Вот это та самая ситуация. Бэнд Пати. Здесь очень много нишевых карт, которые не пригодятся вам в других колодах, но она довольно неплохо показывает себя на отрезке от Платина и Даймонда, и что важно, у нее довольно короткие партии. Это, ну, необходимый параметр, как целый сезон остается совсем мало времени, а апнуться нужно. Давайте посмотрим на ее матчапы. Сразу скажу, у нее не лучший матчап против Монавайтагра, хотя все еще выигрываемый, 42% это не смертельно мало, но посмотрите на 60% против Монагрина. Это что-то с чем-то. Плюс у вас хороший матчап против Азориуса, против Изета, против Демира, да практически против всей остальной меты. Ну, вот Моноблэк еще против вас может играть, хотя, опять же, если вы будете точно отыгрывать против его ремувалов, если вы будете держать Concerted Defense, чтобы отбить Blood on the Snow, если вы будете ставить Линвалу вовремя, вы все еще имеете хороший шанс против Моноблэка. Да, против Монавайта будет трудновато, ну, будем честными, но это не невыигрываемый матчап. У вас все еще могут быть хорошие заходы, на которых вы ему на Вайт можете переехать, а всю остальную мету вы, ну, собственно, можете делать с ней, что захотите. Колода сильная, но, повторюсь, ее проблема в том, что она содержит очень много карт, которые больше нигде, кроме этой колоды, вам не пригодятся. Крафтите ее на свой страх и риск, однако сейчас это хорошее время для того, чтобы попробовать поднять на ней ранг и выйти с платины в мифик. Ну и переходим к самому Трайхардному промежутку, это мифик. И мы видим, конечно, что здесь очень много Монавайтов и Моногринов. Тир-1 колоды имеют высокий винрейт. Раньше вообще было, не винрейт, а популярность. Раньше было 40% прошу Монавайта, сейчас подснизилось, Моногрин наоборот растет. Также есть аж 12% изи от колод разных типов и есть довольно много Азориус, аж 7%, было вообще 10%, сейчас немножко потеряли. Мета очень трудная, мета нестандартная и более того, здесь люди не допускают уже в основном ошибок, играют хорошо и более того, могут обыгрывать ваши ремувалы, могут смотреть на то, сколько маны у вас осталось. Поэтому здесь так на халяву уже не проскочишь. Но есть некоторые надежные и не очень решения, при помощи которых вы эту мету можете взломать, не садясь на злополучные Тир-1 деки. Начнем с Рагдос Контроля. Это надежная, добротная дека, которая может играть в принципе практически любой матчапы, который можно попробовать сейчас повоевать в мифике. Я сам начинал свой поход по мифику в этом сезоне именно с Рагдос Контроля, правда с немного другой версии. И их по-прежнему можно итерировать. Мне все еще кажется, что идеальная Рагдос Колода под мету не найдена, все еще в процессе. Но, как мы видим, гидрейт у них нормальный и на них можно играть. Но вот что интересно. У них нет суперплохих или суперхороших матчапов. Против Монавайта небольшое преимущество. С Моногрином ровно. Против Волков отлично. С Азориусами ровно. Не очень хорошо с Эзет Драконами. Но здесь есть решение. Если вы видите много Эзет Драконов или Ходов, с Ходами вообще плохо, супер. То они занимаются 12% меты вместе взятые Эзет Драконы и Эзет Ходы. Вы всегда можете засплэшить сюда пару синих карт. Очень легко это делается за счет Сокровищ, за счет Филдов Руинов. И, соответственно, держать Test of Talent на то, чтобы отконтрить Алрунда. Это делать можно, но, судя по мете, это сейчас не самое лучшее время, чтобы делать. Проще сидеть на чистом, да, проигрывая часть матчей. Но, повторюсь, это такая очень, с одной стороны, вроде бы надежная, с другой стороны, колода, которая не дает вам большого преимущества. Это про грайдинг, это про очень хорошо играть, это про очень хорошо читать оппонента и очень хорошо понимать мету. Но, в целом, и геймплей интересный, и колода довольно сильная. Можно пробовать. Но, вот, правда, здесь версии... Хотя нет, вот это нормальное, вот это устаревшее немножко. А вот это, в целом, ничего, вполне себе играбельное. Но, повторюсь, мне кажется, что... Хотя здесь вот это лишнее. Да. Ну, и не вижу я здесь хорошей версии этой колоды. Попробуйте найти ее сами. Здесь нужно поиграть с количеством копий тех коленных карт, чтобы подобрать оптимальное сочетание. Что же касается не таких надежных решений, это про то, чем играю я. Начинал я все так же с Рагдас... Ну, скорее, не контроля, а Рагдас Мидрэнджа. Играл на вот таком вот листе. Собственно, используя пару Жайдаров, используя Мидхук Массакр и используя Экстуса с Awakens of Blood Avatar. Играла она неплохо, но под конец начал проигрывать, начал искать другие решения, что привело меня к не самому лучшему промежутку. Как вы видите, здесь я много экспериментировал с агродеками, с моносиним делвером, с синечерным делвером. Они все показали себя не очень. Колоды хорошие, но кажется, что им немножко не хватает. И в конце концов я пришел к вариации моноблэка, в которую добавлены пара синих хантерспеллов. Последняя версия, которая мне сейчас нравится, это вот такая колода. Здесь мы играем в две копии тестов таланта. Так, нет, давайте последнюю версию покажем. Да, мне нужно на версии четыре. Здесь одна копия теста, один негейт, немножко меньше виллэдж райтов. Играем Жейдара, чтобы у нас всегда были токены, которые можно саприфайсить под виллэдж райдс и дэдли дэспьют. Играем один Селестус, чтобы скидывать вот эти карты в матчапах, которые не выигрышны для этих карт. Играем один остров, чтобы таскать его филдом. И, соответственно, остальное здесь понятно, стандартный моноблэк контроль. Колода, которая хорошо играет против моно-вайта, но мне здесь немножко не везло, надо сказать. Колода, которая хорошо играет против моногрина. Ну, опять же, из-за включения сюда синих карт мы отлично играем мирор. Мы нормально играем с ангелами. Это была очень странная колода. И нормально играем с ракдосом. То есть, наверное, не вполне можно выигрывать, но тоже колода не самая надежная, потому что, повторюсь, против изетов любых, что драконов, что ходов, вам будет не очень просто даже с включением этих карт, потому что их всего две, их надо найти. А еще у них есть способ скопировать свое заклинание. Поэтому здесь надо, если у вас уже есть тест в руках, если есть нигейт в руках, нужно хитрить и не показывать вот эту синюю землю до последнего. И когда уже оппонент положит Алрунда в стэк, вот тогда взорвать Филд оф Руин, найти остров и поконтрить его незамеченно. Или использовать сокровища для того, чтобы получить синюю ману. Соответственно, только на этом эффекте неожиданности вы можете играть этот матч. По-другому, ну, извините, никак. Все ссылки на деки, как на мои, так и на другие, будут под видео. И вот также под видео будет ссылка на мой личный твич-канал, на котором я иногда постримливаю магию. Ну, в этом самом мифике. Ну, я думаю, что ближе к выходным будет гонка на то, чтобы все-таки зайти в цифры в этом сезоне и потом снова поучаствовать в отборах на мифик инвитейшн. Что же касается этой рубрики, в пятницу мы сделаем еще одну версию. Это будет версия по Best of 3 формату. Там все сложнее и интереснее. Поэтому обязательно отзывайтесь о том, как вам эта рубрика. Давайте сделаем так. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если вам эта рубрика не понравилась, вы не хотите ее больше видеть, ставьте дизлайк. Сейчас они реально повлияют на дальнейшее решение о том, делать эту рубрику или не делать. Это очень важно. Поэтому заходим вниз и, соответственно, либо лайк, либо дизлайк, в зависимости от того, как вы к этой рубрике относитесь. Предложения также принимаются. Ну, а меня зовут Кэп Кастер. И на сегодня я с вами прощаюсь. Это был мифический мета-обзор. Всем пока.